На сессии облсовета утверждали кадровые изменения в руководстве коммунальных предприятий, отчеты о выполнении программ, а также изменения в бюджете. О ходе заседания наш сюжет. Сессия облсовета начинается с отчета прокуратуры о проделанной работе. По результатам проверок использования бюджетных средств в прошлом году возбудили 31 уголовное дело. Убытки составили 26 миллионов гривен. К ответственности привлечены около 200 чиновников, большая часть – из контролирующих органов. Во взятках уличают руководителей контроля за использованием земель сельхозинспекции и Мелитопольского горсовета, первого заместителя Запорожского райсовета и ряд руководителей сельских советов. По точному росту в чинении коррупционных злочин и выкрите начальник управления ДФИ в области и еще ряд высокопозадовцев в области. Всего речи до суду с обвинувальным актом направлено уже 9 таких криминальных проведений. От плохого к хорошему звание почетного гражданина области присваивают бывшему директору ЗТЗ Леониду Хаджинову и олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому. Также вручают награды воинам-интернационалистам, передовикам производства и аппарата обладминистрации. Орден за заслуги перед краем получает также начальник отдела облсовета, председатель областной организации Союза журналистов Наталья Кузьменко. На сессию утверждают без обсуждения ряд увольнений руководителей коммунальных предприятий и назначения новых начальников. Это вновь созданные коммунальные заклады, вот уже половина из этих вопросов решились. А вторая половина у нас, мы с переходом на контрактную форму основы работы руководителей лечебных учреждений. В прошлом году мы всем, без исключения руководителям, которые достигли пенсионного возраста, продлили контракт на один год. Год прошел. Обладминистрация отчитывается о выполнении приоритетов. По объемам реализованной продукции область на четвертом месте в стране в пересчете на одного жителя, на третьем. С инициативой областной державной администрации на центральном уровне вырешено ряд проблемных питаний предприятий державного сектора. На проведенных предприятиях области, таких как Запористаль, Днепроспесталь, Моторсич, Запорожкокс, с метою модернизации и технического перенаснащения реализованы масштабные инновационные проекты. На сессии спрашивают, как дела у Бердянского порта, отвечает руководитель региона. Над судьбой морских ворот области сейчас работают открытые для предложений. Все предложения, которые могут исходить из местных источников, из депутатских комиссий, мы все предложения рассмотрим и положим в основу стратегии развития Бердянского порта. Снова говорят о комплексной программе охраны окружающей среды. Среди прочих заявляют пять мероприятий по Запорожской ТЭЦ, строительство кислородно-конвертерного цеха на Запорожстале и реконструкцию аглофабрики. Если все выполнят, загрязнение воздуха в целом по области снизится на 14%. Кроме воды и отходов, собираются заняться воспроизведением флоры и фауны. Всего по направлению формирования региональной экологической сети, природнозаповедный фонд, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия вошли 104 мероприятия на общую сумму свыше 122 миллионов гривен. Выполнение этих мероприятий позволит сформировать окосеть, создать новые объекты ПЗФ, повысить процент заповедности области. В последний момент вносят горячую поправку в областной бюджет. На 10 тысяч детей войны, требовавших выполнение решений судов о повышении пенсий, выделяют 50 тысяч гривен на санаторно-курортное обслуживание. Как распределят, куда и как потратить эти деньги, право решать оставили самим детям.